всем привет эксайл с вами снова дэймин и сегодняшнее мое видео будет олик стартерах последнее время я тренировался пробовал различные варианты билдов по итогу я попробовал 7 билдов и из них 5 я предлагаю вам посмотреть данном видео что это за билды и каким образом все происходило я просто брал персонажа полностью на ссф полностью с нуля качал его определенное время здесь будет указано сколько именно вы все увидите в самом видео какой шмот на персонажах сразу скажу что это от 7 до 15 ориентировочно 16 часов не суть в общем это действительно настоящие лик стартеры все подобрано с полу ничего не куплено где-то да мне повезло с рандомом где-то меньше в общем будет интересно и первый билд который я предлагаю это спас линги рейда трикстер знаменитый плут чероплет как вы видите время составляет всего 9 часов с момента создания персонажа ну почти 10 часов если показывает свой шмот и собственно терпятая карта грота давайте посмотрим сразу отмечу что у билда достаточно хороший clear мне повезло здесь на палку выпала выпал облитерейшн да это довольно таки удачно но в принципе облитерейшн это палка которая легко достать в первый день игры я думаю что в этом нет проблемы и даже без неё клиру персонажа вполне себе достойный именно именно clear speed именно с скоростейских паков я бы отмечал как ключевую наиболее важную особенность билда single target здесь тоже неплохой но но средний скажем так левеливать данного персонажа я рекомендую в начале с каустик эрро то есть вы берете лук вам дают каустик эрро дальше в конце первого акта вы добираете blast chain mines и сверху от этого toxic rain закрепляйте все это с помощью void manipulation а таким образом у вас есть toxic rain мины берете в начале ноды на house урон ну и соответственно с этим идете до третьего акта ориентировочно в середине конце третьего акта у вас уже должен быть четырех линк четыре синих слота это spellslinger cottage in essence drain и soul rent это четыре линка основные которые вы используете также я рекомендую к этой связке добавить еще трех линк бэйн диспэйр и аркейн сурж все остальное не столь важно я очень люблю смог минут также вам то могу порекомендовать используйте ее в качестве скилла который триггерит сплс лингер используйте фрейзи коротко еще скажу что здесь будут полные забеги по картам то есть я беру карту соответственно полностью прохожу и с убийством босса со всеми фигней делают потому что мне больше нравится к формат я считаю что это более корректно отражает суть билда и персонажа если вам хочется посмотреть все билды то вы можете воспользоваться тайм кодами описание видео ну или просто перейти и посмотреть следующий билд в моем списке и мною наиболее любимые тирской кар край чемпион я в принципе люблю дуэлистов и также я считаю что данный билд будет очень актуально в текущей лиге так как грамм сам довольно сильно апнули хоть и произошел минорный нерв сейсмик края но все же все же скиллы останутся viable то есть эрсквейк будет силен эр шаттер будет силен и возможно к этому еще добавится грамм сам посмотрим непосредственно я лично буду стартовать вот на конкретно данном билде не скажу что он наиболее сильный по сравнению со всеми остальными во всех аспектах но у него есть все у него есть clear speed у него есть отличный single target отличная выживаемость он очень легко сомболится и довольно прост то есть что нам нужно если мы видим где-то больше хп больше брони мы берем это сегодня где-то больше дпс на топоре мы берем опять же все достаточно просто левелинг на данном билде также достаточно прост вначале вам дают сплит инстилл вы его берете бежите в дуал вилде дальше вы прибавляете к нему анслот можно чин сублит который также вам вначале дали использовать я рекомендую вначале до 2 оружия жать на топоры то что у них наиболее высокий физ дпс дальше вы берете двуручный топор в конце первого акта вам дают шаттер инстилл скилл бежите уже с ним во втором акте будет необходимо купить себе уже шаттер если вы этого еще не сделали соответственно это слэм скилл и докупить интимидейтинг край и сейсми край можно еще для выживаемости взять эндерин край качать желательно опять же вар край в древе двуручные топоры я рашу обычно слева сверху нот на точность резолют техник чтобы не промахиваться и с данной связкой уже можно проходить полностью сюжетку то есть менять эршеттер на эрсквейк я бы не рекомендовал причина крайне проста эршеттер обладает огромным бёрстом против стадийных боссов вы можете заранее настакать за 105 урон и не нужно будет париться с боссами то есть практически по сути вы будете ваншот этих также довольно важным является рецепт на создание синего топора с большим процентным физическим уроном там роллится насколько я помню от 50 практически до 70 процентов дэмэджа вы берете топор соответственно чем лучше база тем лучше опять же для вас чем больше дпс просто именно именно фактического урона топоря берете пояс расик сэш который дает процентный урон физический он должен быть либо синий либо желтый я рекомендую желтый просто кидать в него ненужную эссенцию получается желтый пояс далее blacksmith with stone штучка которая затачивать топор на пять процентов качества и продаете это все вендору топор blacksmith with stone и пояс получаете топор с повышенным физическим уроном следующий билд который я бы хотел осветить это poison blade blast blade fall assassin до данный скилл плейт blast в частности будет понерфлен ориентировочно по таким средним подсчетам билд потеряет около 20 процентов урона это достаточно существенный нерв но у данного билда огромный дпс и соответственно это не так уж сильно искажется то есть он будет все равно актуален все равно будет вайбл даже если бы урон понерфили процентов на 40 он все равно был бы актуален достаточно силен главным преимуществом персонажа я бы отметил именно single таргет если у вас есть возможность постоянно накидывать black blast blade fall и особо при этом не шевелиться то дпс получается громадный clear speed тоже был да неплохой достигает за счет того что вы настакивать сначала пользоны у вас есть скилл плаги bearer польза настакивается очень быстро дальше вы включаете плаги bearer и он собственно начинает клеерить вокруг вас мог выбивать там дпс а достаточно чтобы и на красных картах тоже убивать обычных мобов основной механиками на выживаемость билда является вейжен и дочь его тут достаточно у ассасина есть встроенный иллюзив соответственно даже у нас достаточно много качать данного персонажа я бы порекомендовал точно так же сначала с луком то есть атакую стик arrow и токсик рейн мины а в дальнейшем как только у вас появляется два четырех линка как только вы берете два ассэнденси первое на иллюзив второе на поизоны уже можно спекаться blade blast бэдфол это две палки можно больше спал дэмэджа house дэмэдж овертайм мультиплеер по максимуму и поехали основным минусом билда я бы отметил его уязвимость кваншотом то есть в принципе вы выращиваетесь достаточно много доджа по вам вроде не попадает не попадает плюс к этому у ассасина есть отличный состояние за счет наложения ядов и восстановление после этого но иногда персонаж просто выхватывает огромное количество урона может умереть это своеобразный минус я думаю что можно это компенсировать большим количеством хп используя использованием щита возможно какого-нибудь фортифая но это дополнительные заморочки которые на софте возможно вам и не нужны а и а и Продолжение следует... 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 Альтернативный вариант данного билда это оккультистка через колдоты и по моему мнению более актуальный вариант билда, но это не совсем точно, то есть использовать колд снэп, использовать вортекс, также точно спеллслингер, урона нужно хватать, а после в эндгейме уже непосредственно спекаться в селфкаст. Выживаемость билда в основном обусловлена аегисом, который есть у элементаристки, то есть за каждый значимый нот мы получаем блок урона периодически элементального, ну и плюс к этому еще стилскин, то есть гвардскил, больше каких-то хороших механик на выживаемости я здесь не прикрутил, не придумал что и как и собственно это самый главный для меня минус, То есть у персонажа действительно по сравнению с остальными стартерами низкая выживаемость. Да, можно использовать власку на эвэйжен, можно таким образом заморочиться, но это дополнительный геморрой и не знаю хотите ли вы этим заниматься или нет, я лично нет. На этом мой обзор ликстартеров, которые я использую. Я сам попробовал, я завершаю. Если вам интересно, каким образом я буду стартовать лигу, можете заходить на мой твич, justdemin, через единичку. Также не забывайте подписываться на ютуб канал, если вам понравилось, что я делаю, обязательно ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. Я буду рад любому адекватному отклику от комменты. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь и до встречи.